Анна Иванова Училась экономить глину, шутит теперь Аня. Художественно-промышленный институт поступил сразу после экономического факультета. И вот оно то, чего всю жизнь хотелось, о чем мечталось и грязилось. Творческая работа, своя мастерская, суровая обыденность, тяжелая точная ремесленная работа. У кого нет терпения, кто не может выдержать длительный физический труд, тот не годится для скульптуры. Она очень же много работает. Каждый день, это важно для художника, именно устойчивость, стабильность. Можно выпить, что-то сделать, покурить и сделать. А когда так вот ходить, это труд, подвиг в принципе. Так вот ходить и каждый день чего-то делать в мастерской сложно. Но зато результат такой просто поразительный. Она вообще явление исключительное. Сама Аня себя явлением исключительным не считает. Она каждый день преодолевает то единственное, что не перестает ее удивлять – сопротивление материала. Ей надо понять, как может заговорить тот образ, которому суждено родиться на свет в ее руках. Я даже одно время пыталась вспомнить, как же она рождается, эта скульптура. Но чтобы в обратный процесс этот проделать, вспомнить, как рождается мысль, как потом она развивается. И я так и не смогла, честно говоря, вспомнить, откуда приходит вот эта какая-то ассоциация, что у тебя просто возникает желание, и какая-то картинка в голове, что ли. И ты уже тогда, как наития, и ты уже начинаешь его продумывать более тщательно. Но она уже есть. Эта выставка – вторая в жизни Анны Ивановой. «Час плыны» – так назвала ее Анна. В галерее очень много мужчин. Как дети они радовались прикладным функциям Аниных скульптур. Крутили, стучали, удивлялись. Потом носили на руках. Говорили о неповторимом художественном языке, об особой пластической природе ее скульптур. Песочные часы, то есть они как бы поворачиваются, работают. То есть можно крутить, там все должно функционировать, пока не ломаться. Удивительно, что такие крупные формы, причем не гламурные, антигламурные, создала девушка. Замечательная, по-моему, работа с деревом. Вот мне нравятся вот эти шероховатые поверхности, мне нравится запах. Вот подходишь, чувствуешь запах. Если человек видит в дереве душу, видит образ, ну замечательно. На этой выставке, вращая вот эти конструкции с песком, чувствуешь себя демиурком. И, конечно, это тебе льстит, потому что возникает иллюзия того, что ты управляешь временем, управляешь сферами. Стекло, дерево и песок. Часы. Вечный символ жизни и смерти. Смотришь на песок и понимаешь, как утекает твое время. Время, говорил Альберт Эйнштейн, как и все остальное относительно. Вот вам демонстрация этого утверждения от Анны Ивановой. Ой, я не отдала бы все. Я в этом смысле как-то так очень сложно расстаюсь с работой. То ли я думаю, то ли я много отдаю у них души, но мне очень трудно. Но вот как проходит какое-то время, там лет пять, допустим, старые работы, как-то уже проще. Ты осознал уже, уже видишь там какие-то недостатки или достоинства. Может, как-то они так уже меньше интересуют, волнуют. А вот те, которые новые, их, конечно, сложно. Но вот хорошо, что никто не хочет пока их приобрести, собственно. Они достаточно такие странные. Скоро будет тепло, и Анна Иванова, и своей маленькой мастерской переместится работать сюда, во двор. Будет пугать видом своей пилы соседи близ лежащих домов. А пока Анна собирает образы для будущих арт-объектов. Простая пружинная сетка, которую она нашла на улице, вдохновила ее на новую работу. Я ее видела, она просто очень красивая какая-то была. Хотя там были еще какие-то там предметы, но она просто была необыкновенной грозаной. Я ее решила затащить в мастерскую и потом использовать для скульптуры. Здесь, в мастерской Анны Ивановой, живет ее величество – форма. Здесь можно творить ту реальность, которую не встретишь за окном. Но именно она и оказывается потом самой прочной, самой долговечной материей. Материей жизни.